Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Такие книги позволяют нам сделать, открыть историю. Потому у нас в сельских советах, в школах, в сельских клубах, по наших архивных установах, музеях и других мы так вот раздаем эти книги. Сустреча ветерану Великой Ачины Беларуси и Украины завершается концертом со сцены «Гучать песни на обо двух мовах» и как кульминация вручения беларуским ветеранам, які воевали на территории соседней краины украинских узнагород. Медаль «70 год возволения Украины от фашистских захопников» так уже уздарвался, что воевали разом супрать одинага ворога, а узнагороды теперь розная. Правда, украинцы о своих возволителях памятують. Почас сустречи ветерану в Камрыне такие медали отримали 4 жахары Брагинского района. У саковиков этого года Черниговский район официально наведает делегация Брагинщины. Головная мета – подписание погоднения супрацовництвы. Як чекается, у рамках этого визита украинские ветераны, які змагались на территории нашей республики, отримают медали «70 год возволения Беларуси». У нас была одна война и огульная перемога на Гомельщине и Черниговщине. Об этом добро памятують. Олег Синчаров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Брагинский район. У Гомеля подвели выники работы системы адукации в области за 2015 год. А кроме этого были обмеркованы задачи, які все лето стоять перед голеной. Перед всего, это повышение якости адукации, укоронение новых методик у адукационный процесс и рациональное выкористание бюджетных сродков. Дмитрий Котов с подробязностями. Перед подшатком коллегии управления адукацией увага присутных прикованая до выставы техничной творчести. Тут экспонуются каля 300 работ наученцев и выкладчиков профессийных и середних специальных установ адукации. Представлены нанотехнологии, робототехника, электроника и шмат інших накерунков, якими текавится сучасная молодь. Придумал я его в начале лета, создавался он для помощи нашим преподавателям, так как цветы стоят довольно высоко и каждый раз лазить неудобно. Мы создали такую систему, которая позволяет удаленно через интернет, либо блютуз, с планшета, с компьютера, неважно, управлять поливом данных растений. Не меньше цікавый проект реализовали у Гомельским политехничным лицеем. Особливый интерес и он выкликая у аутоаматоров. Прилады, яку зарабил Дмитрий Савченко, призначены для зарадки аккумулятора. Устройство, которое при набрасывании клемм на аккумулятор, бывает даже неисправное с одной короткозамкнутой банкой. После запуска выжимается клавиша, фиксируется, идет зарядный ток 14,3 А, вольта с силой тока 100 А. Этого достаточно для того, чтобы сразу запустить бензиновый автомобиль, либо по истечении 5-7 минут запускается дизельный автомобиль. На коллегии адукации отзначено, что минулый год был для Галины поспеховым. Школьники региона отрымали перемоги на международном узровне, а по выниках заключного этапа республиканской олимпиады 89 завоеванных дипломов забеспечили Гомельщине первое место сирот областей. Задача на 2016 год – захование лидирующих позиций по забеспечению якостной адукации и снижение колькости правопорушения у сирот неполнолетних. Особная говорка про рациональное выкористание бюджетных сродков. До приклада, когда ранее подчас ремонтных работ в школах только одна треть суммы была накирована на набытье будовнейших материалов, а остатняя на зарплату специалистам, то зараз по махшимости все работы выполняются господаршим способом. Мы очень благодарны родителям за то, что оказывают посильную помощь в ремонтах классов, школы, приобретении оборудования. Это все улучшает образовательный процесс. Ну и основные задачи, которые сегодня будут звучать в целом для отрасли образования на 2016 год – экономное использование абсолютно всех и человеческих трудовых ресурсов, разумная оптимизация учреждений образования вместе. Если мы поставили цель укрепления позиций, мы ее добьемся, если будем работать все вместе и в нужном в одном направлении. До речи, по выниках работы за минулый год Управление Адукации отримало грамоту Министерства Адукации у номинации за высокую якость работы системы додатковой адукации детей и молодзи. Лепшими в своих категориях были признаны гомельские державные педагогичный колледж имя Выгодского и ясли сад номер один города Ельска. Я шесть в яузнагороды за высокие показчики отримали отделы адукации, спорта и туризма чагуночного и советского районов Гомеля. Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». У Японии разглядают махшимость оздоровления детей с потерпелой префектуры Фукусима у оздоровленщим центры Пролеска Жлобинского района. В опыт супрацовництва у этом накерунку уже он опрацованный. По запрошении Беларуси японские дети уже некольки разов отпадшивали у Минской области. Что пропонуть японским школьникам Жлобинские педагоги, які умовы створены тут для отпадшинку, высветлял Яуен Пабалавец. За одну змену тут примает 480 детей из усих регионов Гомельской области. Здравнивается уже третий год запар у троицы лидеров сяродь детяшых санаториев. Кожная змена тут мая свою назву. Наприклад, вся перешня – дети солнца. Усё взроблено так, как юные гости отшивали себе максимально утульно и комфортно. Особенность нашей здравницы такова, что сегодня приезжают дети, начиная с трёх лет. Это дети дошкольного возраста, которые сегодня пребывают в детском саду. Приезжают они на оздоровление вместе с своими воспитателями. И в течение 24 дней вместе с ними находятся не только воспитатели, но и наши педагоги-организаторы, работники медицины и все те, кто занимается сегодня оздоровлением детей. До Шарнобыльской аварии тут был завышенный пионерский лагерь на 200 мест, который прорывал только летом. Потом по программе переодолевания наступства до аварии над Шарнобыльской АЭС, при серьезной финансовой подрымце державы, створили сучасно оздоровленный центр. Житие тут организовано строго по раскладе. Делаем загадку, потом идем в столовую, потом таблетками, потом комнату, а потом в столовую, потом спать. Визит японской делегации организовано на подставе двухбоковых погоднений о обсупрацовнестве и взаимодействии по ликвидации наступствов на завышенных ситуаций, связанных с катастрофой на Шарнобыльской АЭС и аварой у Фукусиме. Белорусский опыт по оздоровлению детей значно больше богатый, чем аналогичный японский. За три десяти годы, что прошли после Чернобыльской катастрофы, инфраструктура оздоровленных центров значно полепшилась. Заявились педагогичные на процелки. А кроме оздоровленных процедур, детям пропонуют и занятки культурного накерунку. Для японских детей будет цикавым и знакомство с белорусской испарчиной. На протягу одной измены, а это 24 дни, ребята не только проходят процедуры, а и бавят шанс в гульневых покоях. Тут их знакомят с белорусской культурой, развивают мелкую моторику рук, а так само выховывают музычный густ. ГОМЕЛЬ Евген Поболовец, Дмитрий Радзянко, телерадиокомпания ГОМЕЛЬ Звороты громадян – один из немаловажных показчиков в якости работы, выканавших органов УЛАДЫ. Кольки их поступило у ГОМЕЛЬ КАМУ МИНУЛЫМ ГОДЗЕ, ЧТО ХВАЛЮЕ ГОМЕЛЬ КАМУ МИНУЛЫМ ГОДЗЕ, ЧТО ХВАЛЮЕ ГОДЗЕ, ЧТО ХВАЛЮЕ ГОДЗЕ, ЧТО ХВАЛЮЕ ГОДЗЕ. ГОДЗЕ, ЧТО ХВАЛЮЕ ГОДЗЕ. ГОДЗЕ, ЧТО ХВАЛЮЕ ГОДЗЕ, ЧТО ХВАЛЮЕ ГОДЗЕ. ГОДЗЕ, ЧТО ХВАЛЮЕ ГОДЗЕ. ГОДЗЕ, ЧТО ХВАЛЮЕ ГОДЗЕ, ЧТО ХВАЛЮЕ ГОДЗЕ. приняли удел у турниры Кубок Полесия по киокушинкам карате. С поборницей проводились и как сярод дорослых спортсменов, так и юниоры у взрослых от 12 до 17 годов. На турниры бойцы спробовали свои силы перед больше серьезными стартами. У красавика у Сербии отбудется чемпионат Европы по киокушинам. Трое гамильчан претендуют на поездку на турнир. Это просто проверка силы. Мы смотрим на форму уже бойцов. Украинцы и россияне так само рыхтуются до чемпионата Европы. И на Кубок Полесия приехали с Мэттой обкатать бойцов. До того же не лишним будет еще раз устреться на татаме с потенциальными соперниками на континентальном першинстве. Соревнования эти для нас являются подготовительным этапом. Мы готовимся на чемпионат Европы. И не могли не приехать, потому что знаем, что и в Беларуси, и в Украине есть сильные бойцы. Поэтому лишний раз набраться опыта. Тактически мы так и подошли, чтобы именно осмотреть, попробовать свою тактику, увидеть будущих соперников и, соответственно, сделать все, чтобы победить. И когда украинцы и россияне – звычайные гости на гомельских турнирах, то делегация из Казахстана в город над Сожем приехала в першиню. Великое ее назвать Нельга. Усягу один спортсмен. Приемом и узором с поборництва гости застались задоволенные. И в наступный раз приедут в боль с широким складем. Нас тепло приняли. Мы очень рады, что приехали к вам. Думаю, что это не первый и последний раз, что думаю, что наши взаимоотношения будут выгодными. Будем ездить и они к нам, и мы к вам. Думаю, что это только начало нашим отношениям. Отзнашим, что в Казахстане с выбором одинного представника не помылилися. Данияр Капасов стал переможцем турниру. У актива представников Гомельской области три первые места. Но категории мужчин перемогли Радамира Геева и Алексей Корочкин. Сярод юниора у своей ваговой категории мацнейшим был Ягор Иванов. Кроме того, гамельчане выиграли четыре сребранные и семь бронзовых медалев. Максим Савин, Михаил Рабков, Телерадо, компания Гонель. И на этом по кулисе, за развитем подействие, сошите по наших выпусках. А я с вами развитуюся. До побочения. Редактор субтитров А.Семкин